Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири. И сегодня мы будем читать 87-й Псалом. В толковой православной Библии сказано, данный Псалом – самый грустный, безотрадный в Псалтири по той степени скорби и тяжелого чувства, которые изображены здесь писателем. Трудно указать время и повод его написания. Так как писателем был Иман, современник Давида, преданный ему и разделявший с ним его жизненное злоключение, то можно думать, что он написан по поводу какого-то тяжелого бедствия, переживаемого Давидом. Может быть, гонение от Ависалома. Надписание этого Псалма в греческой Септуагинте – песнь «Псалом сынам Кореевым». В конец радостная хоровая песнь для ответа в научение Ямана, израилетянина. Яман – это певец из «Колена Левина», современник Давида. О нем рассказывается в первой книге «Паралипоминон». И есть упоминание о нем во второй книге «Паралипоминон» 5.12. В еврейском надписании по Масори «Песнь «Псалом для сынов Караха» управителю на скорбном бедственное вразумление от Имана о Эзрахи». То есть этот Псалом передает бедственную скорбь, которую человек изливает перед Богом в словах этого Псалма. Поэтому, имея в виду это, будем читать этот Псалом, когда нам особенно тяжело. И он начинает со словами «Господи Боже, спасение моего, днем и ночью взывал я при Тобою, да войдет пред лице Твою молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему». Здесь мы видим, что человек, который молится такими словами, он испытывает некие серьезные проблемы. Он молится днем и ночью, то есть проблема не оставляет его даже в ночи, когда люди предаются отдохновению, сну, отдыху. Человек не может себе это позволить. Он ищет спасение у Бога, он хочет, чтобы Господь как бы преклонил ухо свое к молению его. И далее, как бы говорится, а почему человек так молится? Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Душа, которая насытилась бедствиями, это состояние как бы богооставленности, когда человек не уверен, что Бог слышит его молитвы. «Одно бедствие сменяет другое, и жизнь становится тяжелее и тяжелее. Жизнь моя приблизилась к преисподней». Вот эта фраза показывает состояние этого человека, еще как бы живя на земле, он уже приблизился к преисподней ада. То есть в жизни он не видит ничего радостного, никаких перспектив положительных на будущее. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал как человек беспомощный. То есть он сравнялся с мертвецами, которых опускают в могилу. И он совершенно беспомощен в этом состоянии. Что значит беспомощный? Он ничего не может изменить в этой ситуации. Как бы все делается без него, и его отношение к происходящему, оно никем не учитывается. «К мертвым причтенный, как убитые, лежащие во гробе, о коих ты более не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты». То есть он причтен к мертвым. Имеется в виду, что другими людьми он как бы освобожденный и удаленный из общества живых людей наравне с мертвыми или прокаженными. По-еврейски тоже слово об Озии прокаженном. Четвертый царей, 15, 5, когда человек вроде бы жив, и как бы уже он считается таким живым трупом. То есть пока еще жив. Но он уже как убитые, лежащие во гробе, о коих ты более не вспоминаешь. Вот почему подчеркивается «лежащие во гробе»? Когда человека положили в гроб и покинули место его захоронения, как бы боль начинает утихать о смерти этого человека у живых. То есть полное забвение, как будто ты не просто чувствуешь какие-то бедствия, тебя уже и закопали, положив во гроб, и покинули место твоего захоронения. Седьмой стих и ниже. «Положили меня в ров преисподней, во мрак и тени смертной. На мне отяготела ярость твоя, и все волны твои навел ты на меня». Вот здесь не очень понятно, что имеется в виду, с греческого «придавило своей тяжестью» как бы беда. «Ты удалил знаемых моих от меня, сочли меня отвратительным». Имеется в виду, что все как бы отвращаются от него, умер, разлагается. Зачем иметь какое-то внимание к нему? Удаление знаемых – это удаление знакомых. Обычно знакомые утешают человека в беде, и мы знаем, когда Иов многострадальный был покрыт проказой, то именно его знакомые друзья пришли, чтобы как-то его поддержать. А здесь все более тяжелая ситуация. «Ты удалил знаемых моих от меня, сочли меня отвратительным», то есть не хотят со мной общаться. «Для себя я предан и не имею выхода». То есть предан всеми и не имею выхода из этой ситуации. Феодорит Кирский объясняет, «Не имею избавления от бедствий, подобно Иову, как Иов 3.23, тоже ощущает свою как бы не только в Бога оставленность, но и брошенность со стороны людей. Хотя в случае с Иовом все-таки нашлись его друзья, которые пришли к нему. А здесь и нету выхода. «Глаза мои изнемогли от страдания». Имеется в виду по-славянски нищеты, то есть от болезней, страданий, вызывающих плач. Такое объяснение дает Феодорит Кирский. «Глаза мои изнемогли от страдания». «Страдания плача». Они устали уже от этих слез. «Взывал я к Тебе, Господи, весь день, воздевал к Тебе руки мои. Уже ли для мертвых творишь чудеса? Или врачи воскресят их, и они будут исповедать Тебя?» Более знакомое для нас звучание этого стиха. «Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедуются Тебе». Это на церковно-славянском. И мы посмотрим 11 стих по Масори. «Для мертвых ли чудо садеешь? Разве призраки восстанут, чтобы благодарить Тебя?» То есть автор этого псалма как бы говорит, «Я уже в таком состоянии, что я и зарыт, я уже и в аду, и как Ты, Боже, можешь помочь мне, если жизнь моя оставила уже меня почти целиком». Но вот этот призыв, который идет далее, «Уже ли кто во гробе будет возвещать о милости Твоей и истине Твоей в месте погибели?» Это слова надежды. Этот человек как бы заживо погребенный, он говорит, «А я хочу возвещать о милости Твоей, я хочу петь псалмы Тебе, Боже, но я не могу делать это из гроба, из места погибели, в котором я оказался, место загробного страдания людей, Авадон, ад». Смотрите притчи 27-20, Иов 28-22. «Разве во мраке узнаны будут чудеса Твои и правда Твоя в земле забытой?» Земля забытая – это ад, где проклятые поколения пребывают в безнадежном состоянии. Но автор этого псалма имеет надежду, что вот этот его аргумент, что он хочет прославлять Бога, но он не может делать это из гроба, из места забвения, что Господь услышит эти его рассуждения. «Но я к Тебе, Господи, взывал, и утром молитва моя предварит Тебя». Что значит молитва моя предварит Тебя? Евреи считали, и об этом говорится в книге «Плач Иеремии», что Бог утром обновляет все свои благословения. А молитва, предваряющая Бога, это предрассветная молитва. Это когда Бог еще не начал обновлять свои благословения, а в предрассветной молитве человек уже воздевает руки к Создателю. «Для чего, Господи, отвергаешь душу мою? Отворачиваешь лице Твое от меня?» Здесь на первое место псалмопевец ставит ценность своей собственной души. Он как бы говорит, да, ты можешь отвергнуть мое тело, да, оно состарилось, приближается к концу, но моя душа, она вечно юная пред Тобой. «Неужели ты откажешься и от моей души?» «Для чего, Господи, отвергаешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня?» «Я нищ и в трудах от юности моей, поднявшись, смирился и изнемог». То есть он нищ, в трудах от юности моей. И если на какой-то момент он поднялся, будучи слугою и другом Давида, а потом смирился перед лицом испытаний и изнемог от бедствий. «Надо мною пронесся гнев Твой, как многие воды, шумя, прошли над ним». «Страхования Твои потрясли меня». «Страхования». Давайте посмотрим, как это звучит по Массори. «Надо мною прошли Твои гневы, палящие Твои ужасы, меня истребляли». «Страхования, как ужасы». Ужасы грядущего суда, ужасы грядущих наказаний от Бога, когда и в могиле человек не может скрыться от возмездия, засадейное им зло, и не существует никакого срока давности. чтобы даровать человеку амнистию, прощение. «Страхования Твои потрясли меня». Господь иногда действительно дает нам подобное ощущение, как сказано, «А иных страхам спасайте». И мы ужасаемся своему настоящему положению и ищем выхода из него. И далее мы читаем «Окружили меня, как вода». Почему образ воды соединен с образом наказания, страхований, суда? Потому что вода проникает везде. Она просачивается через самые незначительные отверстия. И потопление всецелое этими страхованиями. «Окружили меня, как вода, во весь день объяли меня все вместе». Все вместе, то есть и грехи настоящего состояния, прошлого состояния, сложные обстоятельства жизни, все обрушилось на этого человека. И последний стих этого псалма. «Ты удалил от меня друга и ближнего, и знаемых моих от страданий моих». О чем это? Феодорит Кирский говорит, что этот человек как бы восклицает, «И я лишен их сожительства, их близости со мной, а Ефимий Зигабен еще более решительно толкует, они стали убегать от меня по причине страданий и бедствий, постигших меня». То есть друзья разбегаются, ближние и знаемые мои, то есть не только друзья и ближние, в смысле родственники, но и знаемые, даже знакомые со мною немного, все в ужасе от того состояния, в котором я оказался. Вот такой сложный по психологическому накалу переживаний вот этот Псалом, Псалом 87-й, как мы и прочитали в толковой православной Библии, что, наверное, это один из самых печальных псалмов во всей Псалтири. И сегодня мы его прочитали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok